Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Это видео посвящено нашей поездке в Мадинат Джумейра, или как его называют, Юбайская Венеция. На такси мы доехали до Сок-Мадинат, вот вы видите его величественные ворота, и сразу направились к Таскан-кафе, через которое спустились к причалу. На Сок мы вернемся чуть попозже. Ну а пока мы купили билеты на прогулку по каналу на традиционной лодке Абра. Билет стоит 100 дирхам на взрослого. Не очень дешево, но красота, которую мы увидели, стоит этих денег. Итак, мы собираемся в наше путешествие. И между прочим, Мадинат Джумейра имеет свой флот этих лодок Абра. Смотрите, они все очень красивые, с мягкими такими расшитыми диванами, чтобы все гости получали удовольствие во время путешествия. Мадинат, что означает «город», это обширный резорт с двухкилометровым частным пляжем. Строительство резорта началось в 2002 году, и полностью он был открыт в 2004 году. Идея резорта состояла в том, чтобы воссоздать жизнь, какой она была у жителей Дюбая в старые времена, вдоль Дюбай-Крик, водными путями, быстренными башнями, традиционными лодками Абра и шумным базаром. Резорт выполнен в арабском стиле, с уникальной архитектурой и дизайном, который включает в себя два больших отеля Мина Асталам и Албазар и 29 традиционных арабских летних домиков, вилл среди садов и водных путей под названием Дар Алмасуа. Все они построены вокруг базара, традиционного центра арабской жизни в центре резорта. Меденаджу Мейра занимает площадь 400 тысяч квадратных метров. На его площади находятся два закрытых, 15 открытых бассейнов, один детский бассейн, два тайносных порта, спа и более 50 ресторанов. А вот мы подъезжаем к отелю Алквазар, который переводится как дворец. Он был спроектирован в соответствии с летней резиденцией шейха, и поэтому светлее и выше других отелей, чтобы подчеркнуть свое великолепие. Его роскошь была навеяна сказками тысячи и одной ночи. Посмотрите, какая шикарная лестница, величественная. Это вход в отель со стороны каналов. Стоимость номеров в этом отеле от 700 до 14 тысяч долларов. Наверное, номера все роскошные, стоят этих денег. Вот и статуи золотых арабских лошадей, скачивающих на лужайке перед центральным входом в один из красивейших отелей Дюбая. Субтитры создавал DimaTorzok А вот перед вами двух-трехбедровные виллы Малакия, которые являются скрытыми жемчужинами курорта. Они созданы для непревзойденной роскоши и эксклюзивности. Двухэтажные жилые домики отеля Дар Алмасуал – это напоминание о традиционных летних арабских домиках с двориками. Каждая такая вилла предлагает 11 роскошных номеров, расположенных вокруг внутреннего дворика, и они имеют даже собственного дворецкого. Том Круз и Дензел Вашингтон тоже снимали эти виллы на лето. Субтитры создавал DimaTorzok Сложная водная 5-ти километровая система связывает все районы резорта и обслуживается абрами или водными такси. Это альтернативный способ передвигаться по резорту. И, конечно же, он бесплатный для постояльцев этого резорта. Вот мы продолжаем наше движение по каналу. Эти виллы стоят почти так же, как в Венеции домики стоят на воде. Вот такая красота. Даже тяжело поверить, что мы находимся в Дюбае. Это количество зелени, цветов. А ведь совсем недавно здесь была пустыня. Вот вдоль всего резорта стоят такие остановки для абра. Здесь диванчиками не украшены. Если вам надо 5 минут подождать, можете полежать или посидеть. Вот таких остановок здесь везде очень много, чтобы жители и отдыхающие этого резорта могли спокойно перемещаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По всей территории резорта можно увидеть много ветряных башен, выступающими деревянными балками по углам. В древние времена они использовались для сушки мокрых тканей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА